Продолжение следует... ...в адрес Москвы, поскольку симпатии в Москве к прежним армянским лидерам достаточно очевидны. Возможно также, что эта реплика просто ничего не значит. Ну, вряд ли. Тезис Лукашенко, что основная часть проблем, которые расхлебывает сейчас Пашинян, были заложены задолго до него. В принципе, справедливо. Иногда и сломанные часы могут говорить правду. И точное время. Много здесь только то, что он в число пальцев добавил Армению, поскольку о хороших белорусско-азербайджанских отношениях давно было известно. И связи в двух стран, как в производстве и продаже вооружений из Белоруссии в Азербайджан, и поставках нефти, по крайней мере, попытки которых были в свое время Армению. Сейчас добавил, возможно, возможно, это некие дипломатические попытки Лукашенко получить какую-то дополнительную опору на международном пространстве, продемонстрировать, что он все-таки проводит отдельно от России хотя бы в какой-то степени политику. Добавок не стоит забывать, что сейчас Армения является одним из немногих ворот, через которые и Россия, и Беларусь получают санкционную продукцию и материалы. И могут, кстати, и продавать что-то. В этом плане, возможно, да, Лукашенко пытается закрепиться также в Армении, чтобы использовать армянское экономическое пространство как посредника. Ну, я не советовал бы придавать репликам Лукашенко серьезный вес, просто потому, что мы все знаем изменчивость и специфику этого лидера. Тем более в плане заявлений, если вспомнить, что он говорил в адрес Путина, из коей России, сколько раз он менял свои тезисы относительно главного, вроде бы, союзника, партнера и кормильца Москвы, то если вспомнить и оценить, то любые реплики по отношению к менее важной для него Армении, это зачастую ветер. Может быть, что-то есть в этом, может быть, есть намерения какие-то, но этот лидер известен тем, что он легко говорит и легко потом отрекается от своих слов. Редактор субтитров А.Семкин